На территории бывшей шоколадной фабрики появится многофункциональный центр. На этой неделе состоялось подписание инвестиционного соглашения о реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, в рамках которого и будет построен этот значимый объект. В Прикамье создаются все условия, в том числе касающиеся законодательной базы, которые способствуют участию инвесторов в масштабных проектах, особенно тех, которые представляют социальную значимость и фактически формируют облик города. Данное соглашение в том числе предусматривает закрепление обязательств инвестора по комплексному развитию этого квартала, по строительству удобной транспортной развязки и созданию более тысячи парковочных мест, что важно для центра города. Плюс к этому предполагается соединение в режиме сухие ноги, то есть подземным переходом. Это будет вход со стороны Эспланады, и можно будет пройти, выйти из подземного перехода за Монастырской. Но вообще задача стоит дальше уже и в третьем квартале. Мы тоже будем планировать пешеходный переход с тем, чтобы выход уже был на набережную. Ну и плюс к этому надо сказать еще об экономических параметрах проекта. Для нас самое важное – это создание 2300 рабочих мест, текущая оценка, что является, сами понимаете, очень значимым для края и для города объектом. Проект станет самым крупным торгово-развлекательным центром в Прикаме и совместит в себе множество функционала. Там будет кинотеатр, девяти или десятизальный сейчас обсуждается. Значит, там будет несколько детских развлекательных центров, там будут большие пространства внутри многофункционального центра. Также будет трансформируемое выставочное пространство, в котором также могут проходить какие-то концертные мероприятия. И конференц-зал и гостиницы, естественно, тоже будут. Этот проект только подтверждает, что Пермский край интересен для инвесторов, и они вкладывают большие финансы в развитие региона. Объем инвестиций в строительство многофункционального центра составит почти 9 миллиардов рублей. Валерия Ермакова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».